Всем привет, с вами Александр Арктичкин, автор сайта Multiroky.ru Сейчас вы смотрите короткий видеоответ на один из часто задаваемых вопросов Как импортировать файлы программы Anime Studio Pro, сцены, персонажи Вот вы создали одного персонажа в одном файле, другого в другом Как все это свести в одно, потому что неудобно в одном проекте создавать там 20-30 персонажей, все фоны Естественно, нужно разделять, это еще и на безопасность влияет, но об этом чуть попозже Так вот, импорт очень простой Либо через файл импорт, но это неудобно и долго Пока вы будете лазать по менюшкам, делается это очень просто Вы встаете в нулевой кадр, если хотите в дальнейшем редактировать вашего персонажа Если нет, встаете в любом Если в нулевом, то видите, берете и перетаскиваете на рабочее окно И программа предлагает просто выбрать, какие файлы вы импортируете Нажимаете ОК, и программа до этого предлагала только главные слои импортировать Что означает фраза главные слои? Очень просто Смотрите, есть групповой слой В этом групповом слое тоже лежит что-то Так вот, если я сохраню этот проект, создам новый И захочу импортировать этот проект Программа предложит этот слой, этот слой и этот слой Почему она не предлагает вот эти вложенные слои? Ну, потому что если она начнет все это дело открывать То вы просто повеситесь Потому что здесь вот, ну, непонятно потом Что вообще реально, от какого персонажа импортируют Только главные слои, самые верхние Под слои программа не предлагает импортировать Следите за этим внимательно Итак, а в чем актуальность, актуальность хранения персонажей и фанов в отдельных файлах? А все очень просто Я езжу часто на презентации, устраиваю мастер-классы, сажаю детей, да и взрослых сажаю Им тоже интересно Сажаю просто за своих персонажей И они сидят, смотрят, как анимируются персонажи, как передвигаются И вот данная позиция, она помогает обезопасить, обезопасить свои проекты Потому что, когда вы импортируете файлы с персонажем То вот этот файл и вот этот, это уже два разных файла То есть они становятся развязанными И поэтому, когда я устраиваю презентацию Я просто открываю новый проект Anima Studio Pro Закидываю туда нужные файлы, которые хочу показать И пусть они сидят, играются Если даже они что-то сломают, я потом просто удалю этот файл Но оригинал у меня остается Поэтому, чтобы вы не меняли в этом персонаже Даже в нулевом кадре, это теперь уже два разных персонажа Это что касается вектора Что касается растера Вот у меня есть растер-персонаж Вот к нему все картинки, которые лежат, естественно В одной папке с файлом, с программным файлом Я перетащу сюда растер-персонаж Программа предложит мне главные слои Ну, например, давайте все импортирую Я не помню, кто из них что Посмотрим, кто-то из них у меня, помнится, летал Да, видите, кто-то даже летает Сейчас выясним, кто-то летает Давайте я удалю остальные слои Потому что у меня программа виснет Из-за того, что много слоев Да, и урок записывается Вот у меня есть растер-персонаж И, как я сказал, этот персонаж Он вроде бы разделен Разделен с тем Да, вы можете, опять же, редактировать Нулевом Что-то делать Но не забывайте Аниме Студия Про Всегда работает по ссылкам к файлам То есть Аниме Студия Про Не содержит в себе Конкретно картинки и какие-то другие видеофайлы Поэтому файлы Аниме Студия Про Весит очень мало Поэтому этот проект сохранил для себя ссылки для этих файлов А этот новый проект, куда бы я его не сохранил Он все равно будет иметь путь к этим картинкам Поэтому, чтобы не потерять вашего растер-персонажа Сделайте следующее Как я и говорил Рядом с диском С, либо с Д, с которым вы работаете Создайте папку вашего проекта В него скопируйте сначала эту папку С будущим импортируемым персонажем Чтобы все картинки лежали в одной папке И только потом импортируйте Потому что потом вы этот проект понесете другу Потом вы уедете куда-то И возьмете с собой флешку И все будет в одном месте А если этот персонаж будет валяться где-то у вас на компе Ну, вроде бы вам казалось, что вы все сохранили Взяли такие, сохранили себе на рабочий стол Потом этот файл кинули на рабочий стол С рабочего стола на флешку И казалось бы, ну, был же персонаж, я же видел Вот он летает, крыльями машет А потом его не оказалось Почему? Потому что ссылки-то пропали То есть этих файлов просто нету Поэтому за этим следите внимательно Ну что ж, друзья Я надеюсь, я на этот вопрос ответил Если вы новичок и только начинаете изучение программы Anime Studio Pro На моем сайте в разделе форума Есть ответ на часто задаваемые вопросы То есть вопросов не так много Вы можете с ними ознакомиться И на самом деле здесь ключевые вопросы Которые возникают практически у всех новичков Которые только начинают изучение программы Anime Studio Pro Ну что, друзья, спасибо за внимание С вами был Александр Арктичкин И до встречи в новых уроках Пока